На сегодняшний момент в городском округе Красногорск вышло 112 единиц техники, более 1300 дворников. Это совместно с управляющими компаниями, с подрядными организациями и непосредственно с нашим МБУ КГС, которое у нас тоже убирает город и некоторые территории, дворовые территории. Но, конечно, погодные условия то плюс, то минус. И, понятно, жителям, может быть, каким-то нравится, что мы много сыпем песко-соляной смеси. Кто-то просит просто песок без соли. Но, к сожалению, без соли, наверное, не совсем получится, потому что вот этот плюс на минус, да, и он необходим, чтобы была соль. Есть много вопросов к уборке, да, и у меня, да, как у руководителя, и к подрядным организациям нашим, которые убираются, и к управляющим компаниям по содержанию. Но есть нормативы, есть первоочередные задачи, и есть то, что можно на вторую очередь отложить. И, несмотря ни на что, мы договорились, у нас есть активисты, да, в каждом районе все равно есть один, два, три активиста. Договорились, что вот на следующей неделе мы организуем встречу с МОЗ «Автодором», с нашими подрядчиками, с МБУ КГС, с нашими управляющими компаниями. Мы совместно все присядем, каждый житель скажет, да, где нужно посыпать дорожку, где не нужно, где можно складировать снег, где нельзя временно складировать снег. Но есть, конечно, вопросы их уборки, есть территории, где, может быть, где-то не успели, да, прочистить дорогу, и она сейчас превратилась в лед. И, конечно, лед теперь трудно, да, этот убрать, его хоть и посыпали, но без механизации, к сожалению, теперь его не убрать. И теперь самое главное, чтобы мы не испортили асфальт, а аккуратно все это счищали. На сегодняшний момент погодные условия нам позволяют работать, конечно, мы просим подрядчиков где-то усилиться. У нас с вами в приоритетном порядке убираются дороги общего пользования, это остановки, это подходы к соцобъектам, да, к школам, детским садам, поликлиникам, тротуары перед домами, выходы из подъездов. Это убирается в первую очередь.